Всем здарова рыбаки! Перед началом просмотра хотел бы попросить вас поставить лайк этому видео, чтобы не потерять его в будущем, а также по возможности подписаться на канал и поставить колокольчик, ведь именно ваши подписки больше всего мотивируют меня для создания новых видео. Обязательно напишите комментарий помог ли данный ролик выполнить вам вашу миссию, ведь я стараюсь только для вас. Ну а на очереди у нас очередная миссия, так что ребятушки погнали! Всем здарова рыбаки! И так очередная миссия из серии 4 июля, сегодня будем добывать пятый осколок сабли Вашингтона. Для начала нам надо поймать травяную щуку, историческую полосатую щуку, щуку маскинонга, стальноголового лосося и историческую чавычу. Поехали! Я начал выполнять миссию на Сент-Круа. Садимся в нашу лодку и плывем к месту, где ловятся маскинонги. После поимки всех исторических рыб для миссии «Пятые координаты», нам нужно будет найти затонувшее каноэ, которое, к слову, находится тоже на Сент-Круа. Так что я посоветовал бы вам ловить щуку маскинонга в последнюю очередь, чтобы не тратить деньги на вторую поездку. Прибыв на место, берем наш полосатый джерк и делаем забросы в то место, где обитают маскинонги. Историческая щука маскинонг довольно-таки немалая рыба и очень сильно сопротивляется. Так что, если у вас слабые снасти, то есть смысл не вставать на якорь и она сама к себе вас подтащит. На исторических маскинонгов времени вы потратите не очень много, потому как ловятся они довольно-таки неплохо и вам надо поймать всего лишь две штучки. Дальше мы отправляемся на дельту Сан-Хоакин, десантируемся на остров и делаем забросы в сторону мостика, где припаркованы наши лодки. Не забываем поставить наш дипранер 13 стрел, на которого мы будем ловить стальноголового лосося. Лососи ловятся довольно-таки неплохо и на поимку нужных трех штук у меня ушло примерно полчаса. Далее наш путь лежит на далекую Аляску, на речку Кани Крик. Заходим на локацию рыбалка в Средиземье, поворачиваем направо, проходим немножко дальше и вот у этих камней будем ловить. Делаем заброс подальше, предварительно поставив Буллет Спиннер Коготь Гризли. Историческая Чавыча, так же как и Маскинонги, довольно-таки крупная рыба и очень хорошо сопротивляется, так что лучше всего использовать удилище помощнее. Поймав нужное количество рыб, отправляемся на озеро Кванчкин на локацию Пеликаний дом и бежим по этому мостику до самого конца. Берем нашу блесну с орлом и делаем забросы к дальним деревьям, именно там обитает историческая полосатая щука. Щуки здесь много, так что нужные 4 штучки вы довольно-таки быстро поймаете. Теперь отправляемся на последнюю локацию, речку Мадвотер на щучью косу. Берем виброхвост звезды и полосы, джиг головку 1.0 и делаем забросы к дальнему камню. Ловим всех нужных нам исторических щук и тем самым закрываем миссию Пятые координаты. Открывается новая миссия «Затопленное каноэ Сент-Круа». Мчимся туда. Заходим на локацию от заката до рассвета, поворачиваем налево и бежим до первых камышей. Именно там и лежит наше затопленное каноэ. Уже по традиции делаем забросы на середину лодки, пока не случится зацеп. И так наконец-то наш старинный металлический сундук пойман, в котором мы и обнаруживаем Пятые осколки. На этом миссия Пятые координаты полностью выполнена. А я с вами, ребятушки, прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем до скорой встречи. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok